Заехали на заправку заправиться и нас угостили кофе. Смотрите, просто милипиздрический стаканчик, но все равно приятно. Полстаканчика даже. Угощение клиентам, чтобы им было не скучно ехать. Причем один стаканчик, а нас в машине двое. Второй день Байрама и мы в Тарсусе. Вы просили Тарсус, многие из вас просили Тарсус. И наконец-то мы доехали до Тарсуса. Я вам скажу, что жарко. Да, но не настолько, чтобы прям помереть от жары. Пока что нормально. Здесь все очень старое. Просто до безумия старое. Очень старые дома. Здесь живут люди. Я вам сейчас покажу, как это все выглядит. Спокойно, никого нет. Никого нет. Вообще ни души, ни туриста, никого. Сейчас я вам покажу развалины, остатки. Вот смотрите, дом. И здесь, видимо, какие-то античные вещи. Таких вещей очень много по всей Турции. Иногда они даже, простите за выражение, варяются на дороге, никому не нужны. И вот смотрите, здесь все это вот так вот лежит. Никто это не ворует, не уносит, не пытается продать. Да, как-то вот так вот. Значит, церковь святого Павла. Я не буду вас очень сильно утомлять всякими историческими фактами, потому что я знаю, что это не пользуется популярностью. По-моему, закрыто здесь, если честно. Ну ладно, хотя бы так погуляем. Потому что не смотрит это никто на Ютуб, к сожалению. Мы обсуждали это с девочками недавно в прямой трансляции. Покажу вам просто какие-то интересные штуки, но так, чтобы грузить вас не буду. Вот эти камни нужно трогать. Нужно подпитываться от них энергетикой, которую они накопили. Надеюсь, что положительно. Мне кажется, что положительно. В общем, церковь, я так понимаю, что она не действующая. Это просто музей. Взяли два билета. Есть такая фишка в Турции, как карта музейная. Я, честно говоря, не знаю, как это действует, но вы имеете в виду, что она есть. Но у нас ее нет. Потому что мы не часто ходим по музею. Посмотрим, что здесь за церковь. Небогато. И вот я заметила, что часто в Турции в церквях сидят, в православных церквях. У нас не сидят. Здесь, видите, видимо, все-таки что-то проводится. Это же вход, по-моему, для служителей. Сегодня, где у нас по-моему, чтобы к покупке в обычной воде, мы с ними не ходим по уйти. Конечно, без наиболее ходим по-моему, не ходим по-моему, а будучи в дюймэн. А здесь, понимаете, что билет? Что-то? Небогато. Я продолжаю. Я иду. Это алтарь, да? Смотрите, такой скромненький. Здесь, наверное, можно было ставить свечи. Ни одной иконы нет. Ни одной. А потолки расписаны, кстати. Ну вот как-то так, скромно. Видите, это всё от влажности происходит. Но мне понравилось то, что здесь есть стулья, это значит, что здесь всё-таки что-то происходит. Здесь есть ангелы, да? Подождите, я в турецке помню, по-русски не помню. Гавриил и Серафим, что ли? У турок... Санасудовин... Джебраил, да? Джебраил, Микаэль... Джебраил, Микаэль... В общем, всё похоже очень. Я сейчас блесну своими знаниями по теологии. Я сижу и подписываюсь, наверное, и послушать здесь тишину. Я опять вышла с мокрой головой. Очень важная подробность для церкви, да? Хорошо, что никого нет. Я-то рада. Это старое. Странное ощущение, конечно. Пытались всё это отреставрировать, отреставрировали. Я думаю, что здесь табуле сверили... Я думаю, что здесь табея сверили, но в последние тактии выжилили. Ты знаю, что это та табе, да? У нас это доехали не делали с одной. Что это? Какого? Что это табула, чтобы сделать? Что здесь, у них нового? Компония, это не молит. Это пройдите. Я думаю, что здесь старое сверили, значит, перейдите. Это с Пасхи осталось еще. Но пол все-таки правда старый. Действительно старый. Здесь явно старая часть. Причем старая полигада. Старая часть. Вот здесь отреставрировали. И они специально вырезали, показать, что внутри, я так понимаю, да? Белерки аптеллары, баксы на архерике. Герчей бу. Герчей бу. Мне нравится окна в виде кристана. Здесь такой засвет идет, что не могу вам показать. Это не получается. Это крест. Здесь у нас только есть приема, приема найти приема, приема нет часов. А, я использую... Крадем. Только приема нет часов. Но если приеме приеме навязаться, с друзьями, когда живет, когда живет, хватит. Сейчас я вам все расскажу, как это работает. В общем, апостол Павел здесь жил. Но не в церкви, это его церковь. Здесь его дом. И это центр ортодоксальных, арабских, греческих. Христиан. Вот так вот. Я вам все это сняла. Вы ставьте на паузу и читайте, если хотите. Значит, церковь это работает. И да, Кашкин. Церковь это работает. Но не каждый день. Не так, чтобы прийти на службу каждый день. В определенные дни приходят священнослужители. Я так понимаю, что есть определенная община, есть определенная коммуна. И нужно узнавать это расписание. Нужно как-то с ними связываться. В общем, церковь действует. Мы сейчас зашли в такой садик. Здесь прохладно. Я стою под маршмулой. О! А вот в этот кувшин мы будем кидать кости. А вот туристы идут. Турко туристов. Все не так плохо. Но 6 лир, это вообще, мне кажется, смешная цена за вход. Если бы здесь были иностранные туристы, цена была бы 6 евро, я думаю. Мы на выход, да? Вот такой вот городок Тарсус. Ну, такой он своеобразный, конечно. Очень много старых домов, так же, как и в Адане. Но энергетика здесь совершенно другая. Энергетика не Аданы. Мы приехали пообедать. А потом после обеда, я думаю, что... Это торговый центр, как вы поняли. Местный. Я думаю, что после обеда мы поедем на водопад. Потому что уже у меня развалялась голова от жары, от... Упс, все, упало. Что упало, то пропало. Турко туристов. Турко туристов здесь немного. Я герсен джем, вот он молодым. Он молодым. Цветы. Прекрасные. Розовые. Ой, как вкусно пахнут. Прелестные цветы. Мне муж говорит, куда бы ты ни приехала, Маша, ты везде найдешь торговый центр. Я такая, я найду торговый центр. Но по магазинам я ходить не собираюсь. Не переживайте. Я буду есть. Вроде бы все те же самые магазины, но какая-то другая энергетика вообще у города. Ощущения вообще какие-то другие. И народу полно. Ну, все-таки выходные и люди тусуются в прохладном месте о фонтанах. Я думаю. Что я хочу сказать? Я поела, и мне заметно полегчало. Какой я все-таки человек примитивное. Примитивное создание. Ходила в каком-то непонятном настроении, из головной боли поела. Все стало прекрасно. И теперь я могу адекватно оценить обстановку. Мне здесь нравится. Вот мы сейчас шли по торговому центру. Муж говорит, что это один из самых космополитичных городов. Ну, в смысле космополитичных, потому что очень много наций здесь. И курды, и армяне, и христиане, и мусульмане, и алили, и арабы. И кого здесь только нет. Ну, в Даньях, в принципе, то же самое. Чем ближе, мне кажется, к сирийской границе, тем разнообразнее и быстрее народ. Но мне город Тарсов понравился с этими контрастами. И он какой-то такой более камерный, более какой-то уютный, что ли. Но это логично, потому что здесь меньше народу. И мы все-таки не решили, куда мы едем. Муж прям вот чешется, он хочет в зоопарк. Не на водопад, а в зоопарк. Но раз чешется, пойдем в зоопарк. Субтитры сделал DimaTorzok